Это не единственная коробка с последней барахулки, вообще их три, такие огромные коробки. Но я сформировала две, потому что многое повторяется и показывать уже смысла этого нет. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мой ZenYandex-канал. Такие вазочки на барахулках от Maison стоят уже и 80 евро и 90. Эта вазочка мне подчастливилась купить подешевле, чему я очень рада. Майсонский букетик, причем очень редко в букете присутствуют вот эти синенькие цветочки, не часто они встречаются. Климо, друзья, я думаю, что это вторая половина прошлого века, потому что там есть какие-то буковки, которые я не смогла рассмотреть, но это первый отбор, то есть в этой вазочке никаких производственных дефектов нет. Еще мне очень повезло найти этот кувшинчик для молока, тоже Maison. Второй отбор, здесь присутствует какой-то брак производственный, но климо такое ставилось с 1815 по 1923 год, если я точно помню. Но вот эти отметки о браке, о втором отборе ставились с 1860 года. Так что этому молочнику, ну, считайте примерно сколько лет. Что за линия посуды, я, к сожалению, не знаю. Декор этот называется Maisonская роза. Красная роза, которую повторяли все и вся и многие мануфактуры. Цветочки на попе, ножки и лапки тоже там же. Редкая очень находка, я перевернула весь интернет, очень редко встречается что-то на ножках. Ну, молочников много от Maison, но именно на ножках с розочкой я еще не нашла. Еще один Maison я нашла уже в коробках, ручная роспись, кстати, друзья. Но это не тот совершенно мой Maison, как он здесь называется, штат Maison, город Maison. До сих пор существует эта мануфактура, сейчас называется совершенно по-другому и производит плитку для стен, для пола. Чашка это 20-х годов прошлого века. Только сейчас увидела, что здесь что-то написано, не могу разобрать, что здесь написано, какие-то отметки мастеров. Еще название это мануфактура Тайхер. Чашка очень большая, я впервые такое встречаю. Я думаю, что здесь где-то 300 мл точно есть. Ну и, конечно же, вот эта форма, разветвленный веточек, ручка. И, как я уже сказала, луковый рисунок выполнен, конечно же, вручную. Так, Maison я ведь вам показала. Теперь то, что далеко не Maison. Onker & Schelzde это 50-60-е годы. Трио с прекрасными букетиками, наверное, из астр или хризантемы, вполне возможно. Прекрасное трио, белый фарфор и очень интересная форма чашки, каскадная. Юбочка залита золотом и очень интересная ручка из двух петелек. Показываю все так, как я получаю на барахолке, как мне все это заворачивать. Либо я с собой беру упаковку немного. Так, чистенькая, да? Ах, это ножки, дырочки от ножек, где они крепятся. Очень интересная вазочка кобальт на ножках. Тоже впервые такую вижу. Это Unterweissbach, время GDR. Вот даже написано Made in DDR. Нашла я ее в коробках. Из этих коробок я вылезла с полным сумарем находок. Но эти находки я так распределила по коробкам. Где-то они еще есть, но не в этой, по-моему. Еще одна прелесть это Weimar и замечательная серия посудок, которая называется Dora. Тоже уже достаточно редко встречается. И мне как-то досталась чашка, по-моему, или две тарелки. И я не могла ничего найти, чтобы хотя бы как-то собрать эту прекрасную серию посуды. В общем, друзья, если чашка бьется или еще что-то, то уже ничего и не найдешь. Это прекрасный кобальт, золото по кобальту. Очень интересный декор. Решетки, цветы, вьющиеся по этим решеткам. И вот эти вкрапления, они выполнены вручную. В отличном состоянии, просто невероятном. Вот, Dora написано. Это время GDR. Мне пришлось поторговаться за нее. Мне скинули евро 2 или 3, я уже сейчас не помню. Ну, бандмонерка похожа. Ах, да, бандмонерку. То есть, это шкатулка, скорее всего. Так ее можно назвать. Вещь антикварная. Это Томас. И, я думаю, это 30-е годы. Даже серия посуды есть. И я не пойму, что это написано. Драли или... В общем, непонятно, что за первая буква. И вот это. Уже не раз попадались мне такие шкатулки. Но в очень плачевном состоянии. А здесь все прекрасно. Этот кант голубой сохранился. Никаких сколов, никаких трещин. И очень мне нравятся вот эти рельефы. Это повтор цветов раскрашенных. Они и на крышке, и они и на бочках этой шкатулки. А ножка у шкатулки оформлена размашистыми ракалями. Вот эти завитушки называются ракали. Мои любимые. Тоже, видимо, шкатулка. Существуют такие наборы из трех баночек под чай. Но стояла на столе только одна. У моих знакомых, у которых расхватали все коробки. Я так и не поняла, кто их хватает. Видимо, потом где-то сортируют и продают, видимо, в магазинах. Или тут же на браховке выставляют на столы и что-то продают дороже. В общем, это ПМИ. Я не знаю, как это расшифровать. Но, видимо, порцелан-мануфактура. Ручная работа. Но это деколь. Всегда очень качественная. Бывают у них и вазы, и конфетницы, и фруктовницы. Очень хорошая мануфактура. Прекрасное качество. Птичка какая смешная. У нее ротик. В общем, как-то она грустная. Пустая банка, поэтому, наверное, и грустная. Это, по-видимому, да. Это мокая чашка от Лимош. Нашла ее тоже в коробках. И когда я ее отставила, я уже торговалась с продавцом. Он сказал, ты что, это же Лимош. В общем, они тоже там не лыком шиты. Тоже, видимо, интересуются, что они продают. И, в общем, все складывают в коробки. Люди сами сортируют, достают самое лучшее. И продавцы потом уже это все оценивают. Я подпишу, как называется эта мануфактура из Лимош. Я французским не владею. Очень симпатичное. И счастье, что вот эта ручка оказалась целая. Смотрите, какая она. Как конек-горбунок, да, похоже. А это волны. Многие мануфактуры из Лимош делали вот такие спадающие волны на изделиях. Ой, а вот это очень интересная вещь. Я даже удивилась, когда увидела это клеймо. Клеймо Мертлер энд Артлов. Думаю, что это 30-е, может быть, роковые годы. И вообще очень похоже на изделие Розенталь. То же самое сочетание вот таких букетиков с белым парфором. Но очень интересная форма тарелок. Она квадратная. Думаю, что все-таки это трио до 40-х годов. И десертная тарелка. Тоже квадратная форма. Если бы я еще раз проходила мимо и не знала, что это Мертлер энд Артлов, я бы подумала, что это Розенталь. Очень похоже. Еще один кувшинчик для молока, либо для воды. Стояла на столе и, наверное, они не поняли, что это такое. Но я бы даже вот за этот рельеф в виде пута, пути. Что они тут делают? Этот с кувшином. Этот какой-то полез. А, виноград они собирают. И, видимо, винишко делают. А этот то ли с чашей, то ли что. В общем, они виноделы. Они занимаются сбором винограда в виноградном плантанции. Это Фюстенберг и это конец прошлого века. Не знаю, серия это посуды или нет. Я еще ни разу не встречала другие предметы. А такой кувшин у меня уже был. Какую-то дыру я тут прорыла, друзья. Сразу же покажу вот эту рулетницу. Видели, да, как я ее нашла? Валялась она в коробке. Вообще, в принципе, ничего такого особенного. То, что рулетница очень практична. Либо для сервировки мяса используют такие вещи. Просто хочу пару слов сказать об этой серии посуды. Это Винтерлинг. Серия посуды называется Мария Луиза. Очень популярная здесь Германия. Сервизы особенно. Очень интересная форма чашек и других предметов. Золотое напыление. Немножко кобальта. В общем, если встретите, то берите такой сервиз. Не прогадайте. Этот молочник я тоже нашла в коробках с хламом. Там был один хлам. Единственное, что там было, вот этот молочник. Мне очень повезло его отрыть. Он в прекрасном состоянии. Если вы узнаете, сколько ему лет. Клема устаивалась с 1904 по 1934 год. В 1934 году эта монофактура и закрылась. Из-за финансовых проблем. Называется она Байер энд Пайфер. Вот из этого города. Так что след на земле эта монофактура оставила только антикварный. Есть такие сервизы и они достаточно пользуются спросом. Мука-чашки прекрасного исполнения. Если я что-то найду еще в интернете, я вставлю здесь фото. Вот как раз какая-то мука-чашка. Ага, мука-чашка, друзья, потрясающая. Я сначала подумала, что это Томас. Но была приятно удивлена, что это монофактура Шуман. И это ручная всю роспись. Представляете себе? Такое очень редко встречается от Шуман. Тем более в таком ярком цвете. Она в замечательном состоянии. Это первая половина прошлого века. По-моему, 20-е годы. Я, конечно же, все это подпишу. Я ее нашла тоже в коробке. Смотрела на ее. Думала, господи, лишь бы она была целенькой. Это большая редкость, друзья. Не знаю такую букву в алхавите. Это буква Ф в окружении лаврового венка. Небольшое пятнышко от печи, я думаю, прожег. Опять же, какие-то астрочки или хризантемы. Я тут еще биолог, конечно же, или как он называется? По растениям специалист. Я даже не знаю, как называется. Уж простите меня. Не судите меня строго. Но все-таки это, я уверена, 50-60-е годы. Может быть, даже и постарше этот троечка. Но очень богато украшено. Мне очень нравится, когда на фарфоре вот такие прекрасные большие букеты из цветов, яркие. Ну и надо же говорить об оформлении кромки тарелки, и юбочки чашки, и ребрышки вот эти симпатичные. Проходят по каскадной форме чашки. У моего знакомого в коробках валялась вот эта тарелка. Из потрясающей серии посуды от Krautheim. Которая очень здесь ценится, она очень популярна. И на ebay даже, по-моему, эти сервизы раскупают только так. Серия посуды называется Wiesengrund und Bergerschön. То есть зеленая лужайка и прекрасные горы. Если я, конечно же, правильно перевожу. Я не переводчик немецкого. В общем, как могу, друзья. Мне как-то попадались какие-то предметы из этого сервиза. По-моему, даже сервиз попадался, в коробках валялся. И надо ли говорить, что он там долго не залежался. И я сейчас думаю, что надо было его брать. Хотя он там был не в полном комплекте. Кое-что было битое, но надо было. Мануфактура Belrainbog. Кстати, еще одна вещичка есть у меня. Недавно нашла. Кстати, в лавке старевщика покажу. В следующих сериях. Made in France. Представляете? Что за серия посуды? Я не знаю. Я сначала подумала, что это подсвечник. А потом долго-долго всматривалась в глубину его. Ой, какая грязная. Видимо, пользовались хорошо. Это ваза, друзья. Что за французский такой стиль? Но мне очень нравится вот эта строгость. Никаких лишних элементов. Здесь даже украшения есть. Это какой-то столб, который украшает площади Франции. Я думаю так. Ну и, конечно же, вот этот шнурочек мне тоже очень нравится. Такой игриво завязанный здесь. Немножко разбавляет эту всю строгость. Здесь тоже какая-то... А! Знаете? Тоже интересная вещичка. Впервые такие чашки я встречаю. Посмотрите на эти ножки с углублениями. Как-то выполнено в два слоя, да? Я так понимаю, чашка. Вот это вот внутренняя часть. И внешняя часть. Это все два слоя. Деколь с подрисовкой. Какие-то сценки из сельской жизни. Вот женщина идет по улице. А здесь мельница водяная. Прорисовка с золотом и зеленый, и насыщенный изумрудный цвет. Я не знаю, каких лет эти две пары. Я затрудняю сказать, потому что нет никаких отметин. Вот только синяя отметина здесь есть на блюдечке. И все. Даже какая-то страна... Так, вам показать... Ой, показать вам полную картину. Вот так это все выглядит. Очень симпатично. И мне нравится вот это зеленое. Яркий цвет весенний, золотые цветочки. А здесь это все на темном фоне. Эти все цветочки. Это когда я поставила на стол к продавцу, чтобы набирать дальше из коробках вещи. Один мужчина у меня чуть их не подрезал. Ой, я как куршун кинулась. И сказал, что это мое. Вообще, конечно, смех смехом, но на барахтуках нужно иметь глад да глад. Потому что вытащат и подрежут находки. Один раз в лавке старевщика у меня женщина вытащила из корзинки мою находку, положила их в Сибирь, я ее потом нашла и обезвредила. Ну, не знаю, что она подумала, почему эта вещь лежит в корзинке, но понятно, что кто-то набирает вещи. Кстати, очень подходит к тому блюду от Краутхайн, только это Зелтман Байде. Это 50-е годы, 60-е, по-моему. Все эти розеточки с бабочками тоже с луговыми цветочками. И к тому блюду прекрасно подходят. Получился один прекрасный набор. Так, а где это блюдо? Хотела вам показать, как это все смотрится. Вот, смотрите, ну не чудо ли это? Лежало это все в разных коробках, но как прекрасно подходит. А, тоже розеточки, которые я нашла в одной коробке. Больше там ничего интересного не было. Это Кайзер Вейс Джомани, примерно 70-80-е годы. Тарелочки с романтик сценами, люмурт жур, все дела. И причем все эти сценки, они не повторяются на этих розетках. Хотя, знаете, это не розетки, это подставки под стаканы и бокалы. То есть вот на такие подставочки ставится бокал или стакан, и капельки не падают на стол, ничего не пачкается. Но можно хоть для чего использовать. Сапог. Сапог тоже был найден в коробке. Это Мартин Руд на время ГДР, 60-е, 90-е годы. Вообще такие вещи редко попадаются. А если попадаются, то со сколами, с трещечными. А этому сапогу, скороходу. Очень даже повезло. Кстати, да, похоже на сапог Ивана Царевича. Не знаю, цветы там были у него или нет на сапоге. Но вот по форме, вот Иван Царевич носил, наверное. А это, друзья, егерь Энко. 20-е и 30-е годы. Прекрасная форма. Очень схожая с изделиями от мануфактуры Томас, потому что они работали вместе. Томас ушел. Он хотел совершенно другое делать. А Игорь остался. Мне очень нравится это трио. Несмотря ни на что. Несмотря на конкуренцию между этими великими, прекрасными мануфактурами. Очень нравится мне вот этот хоровод из цветочков. Думаю, что это хмель бьется. И как это золото играет на зеленом с добавлением оранжевого. Зеркало у блюдца оформлено жемчугом. Вот это называется жемчужное оформление. В общем, трио потрясающее. Мне очень нравится вот эта форма на высокой ножке. И это ручка, петля. И само оформление. Так, клеймо. Клеймо вот такое. Нет, не только трио остались. Это я купила на столе в крытом рынке, дорогом. И на удивление они продавали не очень дорого. Так, это был ценник здесь. Это КПМ. Я подпишу, в каких времен это клеймо. Я так не сильно разбираюсь в КПМ. Я спросила, почему вы продаете эти два блюда. Блюдца. Блюдечки. Небольшие. Отдельно. И почему. Ну, в принципе, было не очень дорого. Они сказали, что они только что продали огромный сервиз китайцам, а это они не увидели, не заметили и не продали. То есть, эти две вещи отбились от сервиза. И мне в этом повезло. Даже большими буквами подписали КПМ. Но я не думаю, что это из одного сервиза, потому что она совершенно разная. Может быть, два сервиза было. Один в таком стиле, один в другом стиле. Не знаю. Ну, клеймо. Клеймо. Я посмотрю, конечно же. А красный жезл означает, что это должно быть цветочный декор. Трио Хучин Ройтер. Знаете что? Когда я покупала это трио на барахолке, я сильно не вглядывала из него. Я поняла, что это Хучин Ройтер, что это Кобаль, что это прекрасный декор. Такие подобные вещи я видела в крытом рынке за 100 с лишним евро. Вот. А когда я пришла домой, я увидела, я поняла, что это не цветы, а это два лебедя прекрасные. И это серия посуды. Есть и блюда, есть и какие-то маленькие, такие как рулетницы. Но их не очень много в интернете. Я очень мало нашла. Трио я не нашла такое. Считаю, это потрясающая вещь для коллекции. Необычная. Кто особенно любит тему птиц, это вообще в тему. Но, конечно же, смешно. Думала, что это цветы какие-то белые. А это лебеди. Может быть, они как гадком ученке. Цветы превратились в прекрасных двух лебедей. Такой диковый вы явно видели уже в моих обзорах. Я не помню, но это разработка какой-то художницы или художника. Вы смотрите, как будто гусеничка доползет. Нет. Наверное, какие-то плоды. Это, конечно же, ар-деко Томас. Это 20-30-е годы. Я подпишу. Это большая серия посуды. Есть и мокочашки, и вазы, и вазочки маленькие. Мне попадалась конфетница. Вазочка уйдет в коллекцию одной очень увлекающейся женщине, у которой очень большая уже коллекция всевозможных вазочек. И что здесь еще притаилось? А это притаилось замечательное отрио от Зелтман Войнштраус. Как необычно, да? Вот это... Я даже не знаю, как это назвать. Не не решетка, а след от шин. Я бы это назвала. Шучу. Оранжевые цветы на порфоре, цвет ослоновой кучки. И как это все прекрасно смотрится. Люблю, когда декор полностью покрывает изделие. А клемота я не сказала. Это 1917 по 1932 год, по-моему. Очень популярны в те времена были оранжевые цветы на такого цвета ворфоре. Спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание и за вашу обратную связь. Всех крепко-крепко обнимаю. Ваша Лена. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова